Приветствую вас на канале RedCat! Перед вами новый симулятор Roblox. Симулятор разрушения. Если вам надоело играть в какие-то режимы, хочется все разрушить, то как раз для вас сделали такой симулятор. Вы можете зайти и вдоволь поразрушать все, что вы видите в округе. Давайте посмотрим, чем вы можете это делать. Тут очень много всякого оружия, которое действительно хороший урон наносит. Вот видите, перезарядка 1 секунда, перезарядка 4 секунды, 25 разрушения, 1 секунда 30 разрушения. Ух ты, пчелкомет! Прикольно! Акула, обалдеть! Ну, это не очень прикольно с гарпуна стрелять какого-то. Это вообще какая-то пушка с корабельной, не знаю откуда они ее сняли. В общем, тут есть много чего интересного, много чего вкусненького и есть реально чем пострелять. Я не донатер, я не буду покупать за робоксы никакое оружие, никакие бомбы и ранцы, так что буду как вы, ребята, прокачиваться с самого-самого начала. Я немножко уже видите поиграл, у меня уже десятый уровень и я уже типа крутой в этой игре. Сейчас смотрим, что у меня тут такого интересненького еще есть. Вау, смотрите, ну это за робоксы, да. Ну, смотрите, урон просто 100 тысяч за выстрел, это, конечно, не 5 за выстрел, но самое крутое не за робоксы. Давайте сейчас подождите, посмотрим, что у нас будет. 15 тысяч урон за 5 секунд. Ну, а здесь, видите, в два раза сразу больше, если вы покупаете за робоксы. Вот этот вот какой-то крутой бластер. Ну и давайте посмотрим бомбочки, какие есть. Есть, вот смотрите, какие противотанковые какие-то бомбы есть, обычные маленькие. Есть вообще в виде ручки какая-то, взрывчаточка очень мощная. Есть вот такая, вот такой я уже покупал, пользовался. Это, видите, какое-то экспериментальное оружие, так сказать. У меня сейчас вот такая вот. Что еще у нас? С4. Ну, конечно, как без него, обязательно С4. О, вот это прикольная, кстати, бомбочка, как из мультиков, знаете, про Том и Джерри, там какое-то старые мультики любят именно такие бомбочки использовать с фитильком, чтобы было. Не знаю, почему это бомбочка, но этот сандук сокровищем тоже взрывается. Злой робот. Еще какая-то непонятная установочка, но, конечно, дамаг очень хороший. 3000 урона вот этот вот радар делает, представляете? А это что? Это вообще спутник какой-то был. О, ну смотрите, мини-ядерная бомба. Просто ядерная бомба. Большая ядерная бомба. Ядерный реактор. Вот это бомбанет, так бомбанет. Ну и черная дыра бомба за 5000 робуксов. Короче, если вы хотите быть самым топовым донатером, то 10 тысяч робуксов и без проблем. А не, еще нужно вам рюкзачок. То есть, что за 5000 вы покупаете бомбочку, за 5000 оружие и за 800, если я не ошибаюсь, вы покупаете неограниченный рюкзак. Рюкзак, конечно, крутая штука. Если бы я что-то покупал за робуксы, то, наверное, купил именно его. Потому что бегать все время туда и обратно очень долго. Вы на этом, в принципе, и теряете основное время. Ну а с неограниченным рюкзачком вам это делать абсолютно не нужно. Вы стоите и просто качаетесь. Вот такой вот он. Infinity Storage называется. Действительно неплохо выглядит. Ну ладно, помечтали. Мечтать не вредно. Помечтали о том, что бы я купил за робуксы, если бы у меня было столько робуксов. И пошли теперь люто все взрывать из-за того, что у меня нету столько робуксов. Я в ярости и выношу все, что вижу. И, кстати, ребята, есть один кодик. Я вам сейчас его покажу. В твиттере разработчика. Он самый, что и не есть новый. В принципе, он, по-моему, сейчас единственный, который есть в игре. Вы заходите в коды и теперь вам нужно ввести сюда код. Вводите этот код. Давайте вот так вот я вам покажу. И все. Он добавляет целых пять уровней прокачки. Но, ребята, не делайте глупости, как некоторые ютуберы говорят. Не вводите этот код сразу в начале игры. Потому что реально пожалеете. Дело в том, что в начале игры ваши уровни и так идут довольно-таки быстро. Поэтому вам не нужно какой-то дополнительный код для того, чтобы ускорять вашу прокачку. Лучше вы используйте этот код на реально уже более сложных уровнях, когда прокачка очень длительная, когда вам очень тяжело качаться. Вот тогда вы как раз возьмете и увеличите на пять уровней этим кодиком себе прокачку. И я думаю, что вы вспомните мои слова, когда это сделаете. Я, в принципе, ведь использовал не на самых начальных уровнях, но думаю, что мне смело можно было подождать еще два уровня, а потом бы уже использовать этот код. Потому что сейчас мне вот эти два уровня, наверное, надо будет где-то час набивать для того, чтобы их пройти. То есть это совсем не прикольно. Что касается еще игры. Ну что, игра, скажем, такая необычная, но сказать, что она топовая, то нет. Я вообще не понимаю. Мне кажется, что все-таки есть какие-то механизмы по накрутке, потому что новая игра, которая там молниеносно jailbreak обогнала и сразу в топы, ну как это было и с пэтсами в принципе. То есть есть у ребят какие-то механизмы, какие-то алгоритмы, с помощью которых они выводят свои игры в самый топ. Понятно, что ребята, кто играет в Roblox, видят, что ух ты, новая какая-то топовая игра, быстренько тоже заходят и таким образом поддерживают, скажем, топ этой игры. И дальше, соответственно, она там довольно-таки долго держится. Но потом, в принципе, как со всеми играми происходит, она опускается все ниже и ниже. Как вы помните, пэтсы недавно были в лидерах, сейчас они уже не на первом месте далеко. Ну и так далее. Но пэтсы, мне кажется, конечно, покруче, чем вот эта игра. Окей, ребята, что еще тут интересно? Ну, по сути, все как обычно. Вы можете что-то купить за донатик, так сказать, себе упростить жизнь. Но, если честно, я как-то не фанат этой игры однозначно, то есть я в нее играть не буду. Объясню почему. В принципе, я думаю, что когда вы сами поиграете в нее, вы тоже это поймете. Она настолько однообразная и скучная, что, наверное, как-то долго здесь играть будет неинтересно. Возможно, что-то интересное придумают разработчики, какие-то режимы, чтобы вам было интересно разрушать всякие здания. Возможно, вы сможете как-то сражаться между собой. Вот тогда, я думаю, что этот режимчик будет интересный, когда вы сможете убивать друг друга и разрушать здания. Но, я думаю, что такая игра уже тоже есть, называется 4 башни, по сути. Вот, поэтому в таком формате, ну, смотрите, да, вот в чем цель прокачаться до самого конца. Ну, да, ну, купишь ты какое-то, какое-то крутое оружие, там, будешь все молниеносно взрывать, круто. Ну, хорошо, ну, дойдешь до самой последней локации, все там разрушишь. И что? Ну, в чем кайф? Мне кажется, это не прикольно абсолютно. То есть, нету стимула играть долго. И, кстати, есть такие некоторые баги. Вот сейчас, видите, все нормально. То есть, механика, так сказать, игры правильно работает. Я подбивал стены, крыша обвалилась. Но иногда я сбиваю все опоры, но крыша висит. То есть, тут бывают и такие баги непонятные. Так, ну что, ребятки, давайте купим вот этот шарик. Давно его хочу купить. Посмотрим, как он вообще себя ведет, как им пользоваться. Будет ли он катиться, или он просто как бомбочка ставится. Нет, он катится как шарик. То есть, как в боулинге я идти играю. Прикольная бомбочка. Мне нравится. Класс. Так, ну что, ребята, я хочу все-таки, наверное, докачаться до 20 уровня, чтобы уже, так сказать, закончить с этой игрой. Я однозначно в нее играть не буду. Вообще не понимаю смысла даже что-то покупать здесь за робоксы, если честно. Ну, это очень глупо. Не знаю, кто вообще покупать что-то будет здесь за робоксы. И для чего, главное, непонятно. Цель дойти до конца игры неинтересная. Да, цель разрушить здание. Ну, вы можете разрушить здание и на самом первом уровне. Зачем идти так далеко, да? Если вам хочется злость вынести, пойдите себе там, разрушите быстренько. Да и все. Идите в следующий плейс играть, который более интересный, в котором, возможно, нужно даже подумать, чтобы его пройти. Здесь все однообразно. Ходишь, стреляешь, разбиваешь. Поэтому, ребята, советую вам поиграть. Советую, конечно же, вам, так сказать, попробовать этот симулятор. Сформировать свое мнение. Ну, и интересно ваши, как бы, ощущения по этой игре. Будет ли этот плейс популярным? Нравится ли он вам? Ну, и так далее. Поэтому, ребята, не стесняйтесь, пишите в комментарии. Если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайк. Чтобы я видел, что вам нравятся подобные плейсы. Возможно, будут какие-то еще плейсы новые добавляться на канале. Ну, а сейчас также хочу вам сообщить, что я уезжаю ненадолго, так сказать, в командировку. На 5 дней. Поэтому я что успею вам покажу, что не успею, уже будет после командировки. Возможно, какие-то влоги я вам буду показывать, если что-то интересное увижу. Ну, что ж, ребята, тем временем я разрушил какой-то огромный танкер на новой локации 20 уровня. И, благо, никакой нефти здесь не было, ничего не вылилось. Так что все по экологии оказалось безопасно. Ну, и, кстати, ребята, обратите внимание, какой крутой у меня ган в виде пчелок. Кстати, очень скучаю по симулятору пчеловода. Наверное, нужно будет скоро поиграть в него. Ну, что ж, ребята, а на этом у меня все. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok